Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. На кануне Нового года 29 анапчан-сирот получили ключи от собственных квартир. Социальная очередь на жилье стала короче. По инициативе губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на территории Кубани активно работает программа «Чужих детей не бывает», которая предусмотрена на обеспечение особой категории детей жильем. В 2013 году на эти цели в крае выделено 2 миллиарда 600 тысяч рублей. 19 новоселов обрели долгожданное жилье в доме номер 26 на Супсевском шоссе. Мэр Анапа Сергей Сергеев лично поздравил новоселов и торжественно вручил ключи от квартир. Подведение итогов уходящего года. Главное достижение власти, по мнению мэра Анапы Сергеева, и подготовка к Новому году. В заключительном в этом году планерном совещании заместители мэра Анапы отчитались о том, как будет налажена работа аппарата, чтобы праздники прошли безопасно. Постановлением губернатора Кубани, анапчанка Софья Соломонова, фельдшер-лаборант, удостоены высокой награды. Почетного работника здравоохранения Кубани поздравили в Большом зале администрации. Подводя итоги уходящего года, мэра Анапы Сергеев подчеркнул, основной показатель работы не увеличение местного бюджета, который за этот год вырос на 362 миллиона, а отношение к людям и отношение анапчан к власти. Хорошая работа заметна всем и обойти лучших вниманием невозможно. Анапчане в очередной раз доказали, умеют работать в команде и готовы работать в следующем году. И, как отметил Сергей Сергеев, желательно в таком же количественном и качественном составе. В последнее уходящем году 57-я сессия Совета депутатов города-курорта Анапы прошла в четверг 26 декабря. В повестку дня вошли вопросы, касающиеся выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципалитета, внесения изменений в решение Совета города-курорта о бюджете муниципального образования и об утверждении перечня свободных земель, также утверждены правила землепользования и застройки. Второй по значимости документ после генерального плана, который должен остановить незаконное строительство на территории курорта. Новые идеи, как надстройка и базис – золотой опыт сотрудников администрации и почетных граждан Анапы. Глава Анапы Сергей Сергеев отметил важность прошлых наработок и по-своему отчитался перед ветеранами труда, как сегодня работают представители органов местного самоуправления. Поздравление почетных граждан Анапы, ветеранов труда и исполнительной власти, инициатива мэра Анапы Сергея Сергеева. И уже добрая традиция. Подведение итогов уходящего года – отчет, планы на будущее и благодарности за работу, за многолетний труд и вклад в развитие города-курорта и города воинской славы. В этом году в России отметили два значимых события, два значимых юбилея – 20 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации, 20 лет работы избирательной системы. Администрации города отметили работу специалистов и руководителей служб, чей труд связан с проведением успешных выборов в Анапе. Это был обзор главных событий недели. Смотрите сегодня. Знакомьтесь, в Анапе новый прокурор. Конец года – традиционное время подведения итогов. Итоги подводят анапчане, руководители городских предприятий и представители власти. 27 декабря – День спасателя. Спасатели Анапы поздравили дважды. Накануне года лошади по восточному календарю школьники подарили бумажных лошадок владельцам железных коней. У Анапы новый прокурор. Его уже представили на сессии Совета депутатов. Сейчас он знакомится с городом и с руководителями предприятий. А сегодня и у Анапчан есть возможность познакомиться и с прокурором, и с незаурядным человеком. Максим Игоревич Злобин внешне очень молод. Но это обманчивое впечатление. За плечами опытного юриста 16 лет юридической практики, в которой биография развивалась по классическому сценарию человека, мечтавшего о профессии с детства. В седьмом классе я уже знал уголовный кодекс наизусть. Я готовил себя к этому, и у меня была огромная мечта. Обычный парень из семьи сельской интеллигенции сам поступил в Кубанские университеты, очень с успехом защитил диплом. Юридическое образование для юриста – это багаж, данный раз и на всю жизнь. В беседе с ним глубина этих знаний и умение логически думать впечатляет. Мы только изучая историю, можем понять, насколько сейчас мы имеем много свобод конституционных, и как важно их реализовывать, как важно знать свои права, как важно обращаться к этим правам. И мы – служба государственная, федеральная, которая призвана обеспечивать соблюдение прав граждан на всех направлениях. Последовательный карьерный рост, а молодой специалист начинал свою карьеру с рядового следователя, способствовал становлению молодого специалиста настоящим профессионалом. Должность заместителя прокурора Прикубанского округа Краснодара – закономерный результат этого. Личные качества и опыт работы помогли ему добиться должности прокурора. При этом Максим Игоревич – разносторонне развитый человек. Он любит спорт, свою семью, воспитывает с женой сына и дочь, охотно занимается с собакой и кошкой. Спорт помогает поддерживать форму, а стихи – романтику души. История знает много прокуроров, которые непосредственно не только профессионалы узкие, но и разносторонне развитые, потому что общественная жизнь, она опять же не зациклена на определенных направлениях. И если человек вникает в каждое из направлений деятельности, узнает для себя очень много нового и растет как личность в своих же глазах и глазах окружающих, я это делаю постоянно и буду делать всегда. Я считаю, что коммуникация с обществом, обратная связь – это самое важное для власти, чтобы понимать, в каком направлении мы движемся, достаточно ли мы открыты. Для меня очень важно, чтобы люди понимали, что мы не просто чинуши, не просто какие-то люди, облаченные властными полномочиями, которые используют их зачастую не во благо интересов службы и не во благо людей, чтобы люди понимали, что нам не безразлично и нам не все равно. В планах прокурора создать интерактивный сайт прокуратуры, где можно будет высказывать свое мнение и оценку работы надзорного органа. Там же можно узнать графики приема прокурора в населенных пунктах. На личном приеме люди, как правило, рассказывают гораздо больше, чем пишут в своих обращениях. Но и потом личное общение, как правило, для любого человека определяет тот объем информации, ту ее полезность и уровень открытости, который человек готов. Конечно, мы близкому человеку в доверительной беседе можем рассказать гораздо больше, чем официальном обращении или человеку, которому мы не доверяем. Моя задача, чтобы доверяли прокуратуре люди и шли к нам. Сам я веду личный прием во вторник каждую неделю с 10 до 13. Если людей больше, чем приемных часов, я принимаю, пока есть люди. Потому что пока есть люди, есть мы. Из первостепенных задач. Не допускать новых самостроев, решать вопросы о привлечении виновных к ответственности за текущие самострои. Огромная беспокоенность состояние преступности вызывало и будет вызывать. Мы здесь не должны расслабляться и думать, что у нас какая-то благочинная идиллия, не замечать чего-то. Это то направление, где всегда можно работать и нужно. Вопросы экстремизма. Конечно, это без сомнения вопросы, связанные с организацией курортного сезона. Техническое состояние всех аттракционов. Здесь должно быть неукоснительное соблюдение закона, чтобы не допускать ни малейшей провокации. Ни в аквапарках, ни в общепите, ни в организации отдыха. Не допускать никаких провокаций на межнациональной основе. Это очень важно. У нас многонациональный, богатый край. И, конечно, мы не можем здесь позволить, мы даже помыслить об этом не можем, чтобы ослабить свою работу. И сегодня у нас декабрь, но мы работаем на курортный сезон. И о настроении. Анапа – благословенное, замечательное место, потрясающее. Здесь работать – это уже счастье. А работать хорошо, ну, сам Бог велел. Конец года – традиционное время подведения итогов. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Иванюшкин подвел итоги своей работы и всей команды. Веренный ему избирательный округ номер 39 «Солнечный» избиратели называют «Солнечным» буквально. Проделана огромная работа, пожалуй, самая значительная за последнее десятилетие. Когда слова не расходятся с делом, девиз работы депутата ЗСК Николая Иванюшкина – это принцип работы депутата и отзывы о его работе избирателей. Николай Егорович Иванюшкин, избранный в октябре 2012 года впервые депутатом Законодательного собрания края, главным направлением своей депутатской деятельности определил дальнейшее повышение уровня жизни анапчан. О проблемах избирателей знал не понаслышке. Опираясь на богатый опыт работы, Николай Иванюшкин более 25 лет руководил Федеральным детским центром «Смена», решал проблемы и помогал сотрудникам центра, в основном – жителям сельских округов. Новый этап работы в масштабе избирательного округа номер 39 «Солнечный» объединил более 50 населенных пунктов Анапы и Новороссийска, общей численностью более 140 тысяч человек. Рабочая встреча, личный объезд территории округа, личные приемы граждан. Николай Иванюшкин сделал ставку на решение проблем избирателей, открытие новых модулей и ремонты в детских садиках, школах и домах культуры. На развитие социальной сферы вверенного округа направлено более 4,5 миллионов рублей. В 2013 году новый отсчет начал обновленный детский садик номер 83 «Колосок» в станице на Тухаевской. Она нестандартная, больших размеров. Она утепленная металлическая, она очень дорого стоит, и своими силами, конечно, мы бы ее не приобрели. Это подарок для нас, для детей, для всего коллектива в нужный час и в нужную минуту, потому что на пороге была зима. Укреплена материально-техническая база детского сада номер 22 «Клубничка» в Гайкодзорском сельском округе, а в Гастагаевском два детских садика получили материальную помощь – номер 30 «Березка» и номер 45 «Виноградинка». В этом году открыт новый корпус детского садика «Ромашка» в селе Супсех на 60 мест. Оборудовали пищеблок, спальные, игровые комнаты. Администрациям Гастагаевского, Первомайского и Верхнебаканского сельских округов выделены средства на оргтехнику. С путевками он нам в смену, в санаторий смены обеспечил ветеранский актив, путевками безвозмездную помощь оказал. Мы даже не ожидали, и он тут приносит нам подарки. Это фотоаппарат, вот, вот там, видите? Это человек слово, человек дело. И народ в него поверил. Николай Егорович присутствовал в нашей школе, просто с целью познакомиться с ребятами, поговорить, как им нравится обучение в казачьей школе. И вообще, что такое казачья школа, его очень заинтересовал этот вопрос. И он приехал к нам в гости. Поговорив с ребятами, посмотрев, что, в общем-то, школьное оборудование полностью соответствует, у нас достаточно хорошая материальная база в школе, поэтому он спросил, чем он мог бы помочь нам. И мы в простой беседе сказали, что у нас есть такие трудности по устранению мер по пожарной безопасности. И он сразу в течение месяца оказал нам помощь, и мы получили положительный акт после устранения всех нарушений. Оказал значительную благотворительную помощь ветеранам лично и советам. В этом откликнулся на просьбу семьи Горшковых. Мы уже показывали сюжет о помощи этой семье. Напомним самые яркие моменты. Сашенька, вот тебе еще Дедушку Морозу подарки. Держим давай. Не буянь. Туда маме передаем. Накануне Нового года Николай Иванюшкин выступил в еще одной роли. Дедушке Мороза и волшебника на детских праздниках. Уважаемые напчане, жители и гости нашего замечательного города-курорта. Я искренне поздравляю вас с наступающим 2014 годом. Уходящий 2013 год принес много хорошего в нашу жизнь. Город-курорт Анапа обустраивается, появляются новые объекты, замечательные достижения в сфере экономики, в различных областях народного хозяйства. Впереди нас ждет 2014 год, год Белой Олимпиады, которая проходит в городе Сочи. Нам предстоит сделать очень и очень многое в соответствии с генеральным планом развития города-курорта Анапа. Дорогие земляки, пусть с боем курантов в каждую семью придет счастье, любовь, благополучие, мир и взаимопонимание. С Новым годом, дорогие мои! В Анапском местном отделении партии «Единая Россия» прошло последнее в этом году на очередное заседание Политсовета. Подробно о повестке дня расскажут наши корреспонденты. Первым вопросом на повестке дня стоял прием члены партии. Заявление подали 14 младых людей. Все они активисты, не просто участники, а организаторы многих партийных, общественно значимых мероприятий. Я подала документы наступление партии «Единая Россия», потому что многие преподаватели из моего университета являются членами партии «Единая Россия» и друзья мои поддерживают эту политику. Я сама активно подняла участие в жизни нашей России. Я бы хотела внести свою лепту в развитие нашей страны. Я думаю, что у меня обязательно это получится, и мы будем двигаться только вперед. Работаю в НЭСК электросети, хотелось бы увидеть город ярче, светлее, красивее, участвовать в общественной и политической жизни города нашего, развивать его в лучшую сторону, приносить пользу людям. О работе фракции партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования города Крутанапа доложил председатель Совета и фракции Леонид Кочетов. В этом году мы провели 14 сессий, хотя норматив у нас одна сессия в три месяца. Я хочу сказать, что на сессиях рассмотрено 102 вопроса, 67 заседаний комитета. Я хочу добавить, что члены фракции активно ведут прием разных здесь в полицовете. Также получили благодарность и от Высшего Совета, и от Краевого Совета. Леонид Кочетов также отметил, что Анапский – единственный совет депутатов Краснодарского края, в котором 100% единороссы, а 7 депутатов – члены фракции. Поэтому эффективность работы Совета по партийной линии очевидна. На повестке дня были рассмотрены всего четыре вопроса, среди которых информация о работе общественной приемной и Совета сторонников Анапского отделения партии. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапрегион. 27 декабря в России отмечают День спасателя. В администрации города спасатели поздравили с профессиональным праздником и отметили работу лучших отличников службы в этом году. Подробнее о награждении и поздравлении расскажет Алина Гумирова. Заместитель мэра Анапы Олег Костенко от имени главы поздравил собравшихся с профессиональным праздником. За заслуги в деле службы спасения, выполнение задач по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и образцовое исполнение служебных обязанностей наградили медалью МЧС России за усердие начальника Кубаньспас Игоря Филимонова и начальника отдела службы спасения Евгения Шабарова. Медалью за содружество во имя спасения наградили начальника отдела пожарно-спасательных работ службы спасения города Анапы Сергея Максимова. Никогда не забыл тот случай, да, Игорь Николаевич, когда помните, было сообщение о том, что какой-то бутыль находится на территории возле, да, когда много федеральных служб всех оцепили, конечно, все сделали как правило, но шутят с этим бутылем так никто и не знал. Только спасатели лично, Игорь Николаевич, я помню, свой внедорожник положил этот бутыл, лично мы договорились с Словенской частью о том, чтобы этот предмет увезти. Поэтому люди те, которые бесстрашные, знаете свою работу профессиональную. Почетная грамота главы муниципального образования город-курорт Анапа и ценными подарками наградили спасателей Валерия Ежова, Валерия Ильеша, Александра Марченко. За высокий профессионализм и умелое руководство в решении задач по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера грамоту вручили заместителю начальника отдела надзорной деятельности по городу Анапа полковнику внутренней службы Борису Чичкале. Он доложил, что по итогам работы за 2013 год их отдел признан лучшим в Южном региональном центре. Начальник отдела был в Калмыкии вылезти и получал кубок и грамоту и ценный подарок для отдела за нашу профессиональную деятельность. Благодарностью главы наградили восьмерых сотрудников пожарного отдела. У этих людей благородная профессия. Она требует не только умения подниматься по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, но самое трудное – в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью ради спасения жизни другого человека. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Продолжение темы. Этот праздник отмечают не только участники ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В спасательной службе задействованы общественные деятели и все, кто обеспечивает безопасность. Отряд пожарной охраны в этот день провел торжественное построение. Свой профессиональный праздник пожарные 11-го отряда пожарной службы отметили всем составом. На торжество были приглашены волонтеры, добровольцы, победители конкурсов МЧС. Всех приветствовал заместитель начальника отряда майор Алексей Кишкинов. Он вручил отличившимся сотрудникам памятную медаль МЧС России маршал Василий Чуйков. Члены добровольной пожарной охраны были награждены грамотами. Троекратное «Ура!» прозвучало после известия о том, что ветеранская организация Анапской пожарной охраны заняла первое место по Южному федеральному округу и третье место по России в фестивале на тему безопасности и спасения людей. Диплом и этот кубок были вручены вчера за первое место по Южному федеральному округу. Я благодарю всех за эту проделанную работу и надеюсь, что мы дальше будем работать в этом направлении и наша организация будет всегда в числе лучев. Самые долгожданные призы получили победители краевого конкурса детского творчества «Служба спасения-01». Среди награжденных – воспитанница Центра детского творчества Виктория Семенец. Моего дедушку зовут Александр Александрович Семенец. Он долго служит в МЧС. И эту картину я хочу посвятить ему. И по традиции в такой праздник, как День спасателя, ветераны пожарной службы возложили венки к стеллам героев ветеранов войны. Лариса Басова, Александр Коренецкий, Анапа-регион. В администрации Анапы в преддверии Нового года поздравили и наградили почетными грамотами лучших активистов территориальных общественных самоуправлений. Подробнее об этом расскажет Алина Гумерова. Для поздравления были приглашены более 50 анапчан, которые в течение года активно занимались благоустройством города и принимали участие в общественной жизни. Со словами благодарности выступила первая вискория Анапы Светлана Яроваевна. Самое главное, наверное, что у вас присутствует, и чему можно позавидовать, и на что нужно равняться. Вы как раз относитесь к категории людей небезразличных, не проходящих мимо, сопереживающих, сочувствующих. Вы искренне любите Анапу. После официального поздравления показали фильм о работе органов ТОС, к чему ТОСовцы стремились и чего добились, благодаря своей деятельности за прошедший год. Почетная грамота главы за личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления председатель совета Леонид Кочетов и Светлана Яровая наградили лучших активистов. Ответное слово предоставили председателю квартального комитета номер 6 Людмиле Шмаковой. Огромное вам спасибо. Спасибо Сергею Павловичу за то, что он обратил на нас внимание. За то, что мы сейчас имеем такие хорошие помещения, где мы теперь работаем. За то, что у нас появились советы общественности. Народ это очень воспринял по-доброму и очень нравится. Начальник управления по связям с общественностью Валерий Королев рассказал присутствующим. По программе поддержки деятельности органов ТОС было выделено 2 млн 226 тыс. рублей. В 2013 году Майронапа Сергей Сергеев распорядился увеличить эту сумму. Она составила 3 млн 45 тыс. рублей. В 2014 году глава пообещал выделить 4 млн. рублей. Также запланировано увеличение компенсационных выплат руководителям органов территориального общественного самоуправления. Я думаю, мы и дальше будем увеличивать все эти выплаты. Потому что Сергей Павлович видит вашу работу, оценивает ее. Я считаю, что с 2014 его увеличение прошло, с 2015 еще будет больше и так далее. Активистов наградили нагрудными знаками. Некоторые получили сертификат на лечение в одном из санаториев курорта. Работники органов ТОС в новом году планируют работать активнее на благо родного города. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа-Регион. К другим темам. Испытать счастье от рождения ребенка и получить за это деньги. Правительство России поддерживает рождаемость в стране. Краевые власти тоже выделяют средства на материальную помощь. Как получить материнский капитал и что для этого нужно, рассказали специалисты соцзащиты. Краевой материнский или семейный капитал можно получить в новом 2014 году. С 1 января 2014 года многодетные семьи имеют право на получение краевого материнского семейного капитала при рождении и усыновлении третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года. Кто имеет право у нас на получение семейного материнского капитала? Женщины, родившие, усыновившие третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года. Мужчины, являющимися единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2011 года. Материнский семейный капитал устанавливается в размере 100 тысяч рублей. Средства регионального материнского капитала можно потратить по аналогии с федеральным материнским капиталом. Улучшение жилищных условий. Это строительство, покупка жилья. На образование детей, а также направить средства краевого материнского капитала на накопительную часть пенсии. Многодетные семьи имеют право еще на один вид выплат – ежемесячное пособие, но с условиями. Во-первых, постоянное место жительства на Кубани. Во-вторых, дети в семье должны быть не старше 18 лет. Или 23 лет, если обучаются на дневном отделении на бюджетной основе в государственных организациях. Пособие на третьего ребенка составляет 6 763 рубля. В 2014 году размер данного вида пособия составит 7 024 рубля. Ежемесячная денежная выплата предоставляется при условии, если среднедушевой денежный доход семьи не превышает величину среднедушевого денежного дохода в Краснодарском крае. Специалисты Управления соцзащиты приглашают всех анапчан оформить субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется всем гражданам по месту постоянного места жительства. Если их расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, исчисленные в пределах региональных стандартов, стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 22% от совокупного дохода семьи. Для многодетных семей этот процент снижается до 15%. Субсидию предоставляют на 6 месяцев. Специалисты Управления социальной защиты расскажут подробности оформления выплаты пособий и о льготах на проезд. Ездить со скидками в пригородном транспорте имеют право федеральные льготники, труженики тыла, ветераны труда и военной службы и пенсионеры. Наталья Пухальска, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Накануне Нового года по восточному календарю года лошади учащиеся школа номер 7 приготовили автолюбителям символичные подарки. Написали поздравления и пожелания владельцам железных коней на бумажных лошадках. Это в песне лошадки только белогривые. Проявив фантазию, школьники разрисовали символы наступающего года в палитре радуги и использовали большую перемену с пользой, пожелали больших перемен в жизни водителей. Каждая лошадка – обращение, пожелание и поздравление. Владельцы иномарок и железных коней отечественного автопрома, молодые автолюбители и водители в возрасте реагировали по-разному на акцию. Но, прочитав поздравления, улыбались все. Настроение улучшилось. Поздравляем с Новым годом, чужая безопасного движения! Присоединяемся к поздравлениям и желаем безопасного движения и водителям, и пешеходам. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Атмосферное давление в норме. 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 5 градусов. Воскресенье 29 декабря солнечно и ясно. Днем воздух прогреется до 11 градусов. Ночью 4 градуса со знаком плюс. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 5 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели». Производственное предприятие «Меркурий-2» и салона магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона» – все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона» – Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова